Вот это интервью мы с вами пишем в бомбовом убежище. Это вы так к концу света подготовились? Естественно. Это часть нашей программы подготовки к концу света. А каким вы его видите? Ну, конец будет света очень обычный. Это, так сказать, физическое явление. Все планеты выстроятся в ряд, изменится ось Земли. На Земле начнутся катаклизмы. Они уже, кстати, начались достаточно серьезные. Вы знаете, и в Японии, и в Америке происходят. Это все будет иметь предложение. И, конечно, это повлияет очень сильно на жизнь огромного количества людей. Потому что многие люди просто уйдут на тот свет. То есть все, кто не готовы к этому, они все погибнут. А все, кто к этому готовы, такие, как мы, которые подготовились и подготовили бункер. У нас даже и запасы пищевые, так сказать, на полгода здесь и так далее. Мы сможем продержаться полгода. То есть наверху будет бушевать стихи, а он в это время будет бушить и играть музыку? Да, мы будем создавать. Мы будем работать творчески, так сказать. Мы к этому как бы готовы. Кого-то сюда пригласите еще, спасти жизнь. Мы приглашаем сюда всех, кто хочет спастись от бедствия. И поэтому, ну, конечно, прежде всего друзей и родственников. Поэтому у нас уже заготовлены билеты и на самолеты, и машины отремонтированы. Потому что, скорее всего, даже есть специальные бензобаки с запасами бензина на тот случай, что если перестанут работать, так сказать, АЗС, поэтому мы серьезно готовимся к апокалипсису. Вы его видите, в первую очередь, как некий такой природный катаклизм, а не несколько? Нет, это прежде всего связано с духовной жизнью современного общества и человечества, и не только, так сказать, в нашей стране, но это, конечно, и физический катаклизм. То есть это вообще апокалипсис, он как бы задевает все абсолютно стороны человеческой жизни. И то, что мы сегодня видим, допустим, на телевидении, то, что мы видим сегодня в душах людей, на сценах театров, то есть вот это вот разложение, так сказать, будем говорить так, общества, оно, безусловно, является уже частью этого духовного апокалипсиса. Но и отчасти мы боремся с ним тоже, потому что, в общем, в этом бункере мы стараемся именно своим творчеством как бы доказать, что все-таки главные ценности человечества – это любовь, это все-таки вера, надежда, самые лучшие, так сказать, качества человека, они должны быть, ну, как бы будем так говорить, и заповеди.